Светитель Николай Светитель Николай В данный момент мы находимся в деревне Савина, Завокского района, на месте нашей гордости, где находится музей Всеволода Федоровича Руднева. И Константин Сергеевич Жулдыбин, который является председателем нашей военно-исторической организации «Варяг», расскажет об этом музее, расскажет о той работе, которую проводят патриоты нашего Завокского района, о воспитательной работе с молодежью, ну и много чего интересного расскажет. В поселок Завокский находимся на улице, названную в честь командира кресла «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева. В 2002 году я обратился как председатель Завовской военно-исторической организации «Варяг» и житель этой улицы Руднева с просьбой к Вячеславу Орману, жителю этой улицы, с просьбой изготовить и установить на фронтоне его дома вывеску, что мы живем на улице имени адмирала Всеволода Федоровича Руднева, потому что улица официально названа улицей Руднева. Вячеслав сейчас является кандидатом в депутаты, желаю ему победы на этих выборах. Просто хотел добавить, что это только начало, здесь у нас еще должны стоять два флагштока, должен-то сказать небольшое скульпторское изваяние самого Всеволода Руднева, да. И естественно нам обещали еще пару якорей сюда как бы приделать, немножко как бы облагородить вот все это для того, чтобы как бы начало нашего... Ну как бы на нашей улице музей под открытым небом. Да, да, да. Если банально, то для того, чтобы представлять интересы своих избирателей. А если, так сказать, поглужем немножко, то, наверное, для того, чтобы противостоять каким-то решениям местных властей, которые не совсем удовлетворяют наших жителей поселка. Ну, например, значит, продаются земли, мы не знаем кому, не знаем зачем, продаются участки, на которых строятся огромные коммерческие помещения, так сказать. И ни один, так сказать, руководитель нашей власти понятия не имеет, кому продано, зачем продано и что там будет. Поэтому проблем очень много. У нас проблемы и с водой, и со светом, и с дорогами. Вы знаете, казаки, я думаю, что да, они очень целенаправленные и очень правильные люди. Наши проблемы интересуют депутатов только тогда, когда они избираются, баллотируются. Как вот эта вся система заканчивается, мы опять же забыты. Нас нету. Мы не существуем. И вот из-за этого нам не хочется уже даже никого выбирать. Мы уже в такой нищете, в таком развале, что даже не знаем, куда обращаться. Хотя обращались всюду. И Путину писали, и Груздеву писали, и в свою администрацию одни отписки. Это вот родная комната, в которой родились мои дети, которые уже выросли. Вот у Насти, моей дочке, средненькой, 18 лет исполнилось буквально недавно. Слава Богу, что сын младший, которому сейчас 10 лет, он живет в более-менее достойных условиях в квартире. А сейчас здесь живет наш старший сын, которому 26 лет. Мы только не обращались. И Путину писали. И Груздев тоже знает об этом бараке. И писали в газету «Тульские известия». Все это, все это расписано. Уже прошло три года. Никаких результатов. Мохова сняли молодого. Был Агеев, да. Ну, все-таки он что-то, чего-то пытался. Но его быстренько тоже перевели, наверное, в более, это, лучшую область, что ли. Я не пойму, почему он ушел от нас. На него надежды у нас были большие, конечно. Сейчас мы находимся в главном помещении нашего прекрасного музея. На стене изображен крейсер «Варях». Дальше вот каноневская лодка. Это они выходят на бой с японской эскадрой. Крейсер «Варях» был построен в Филадельфии, США. Он являлся легким крейсером, который абсолютно был не приспособлен для введения боевых действий с броненосцами и подобными крейсерами японской эскадры. Я уже был во власти. Был 11 лет главой муниципального образования Нинашевская. Много для людей сделано было мною. Ну, когда люди во власти, они всем не угодишь. Не всегда все получалось. В основном из-за нехватки финансов. Ну, сейчас в последнее время смотрю, ничего, то, что было сделано, другое ничего не делается. Решил применить свой опыт в дальнейшем, помочь людям. Многие люди просят вернуться меня во власть, так как считают, что я для них, для людей много делал хорошего. Помогал. На деревне? На деревне. Все-то избиратели малоактивные. Они уж, люди как-то смирились с этим, что вот идет вот так, и пусть оно идет. Вроде все ничего мы не изменим, как многие говорят, ничего мы не изменим, за нас уже все решили. Когда с людьми говоришь, что никто за вас ничего не решил, вы должны решать, мы вместе должны решать. А люди уж как-то относятся, ну, к этому с какой-то апатией, что ли, вот знаете, как-то безразличием с каким-то, что вот мы говорим, нас никто не слушает. Ну, говорят обычно, где говорят, они вот открыто, никто нигде ничего не говорит. Вот за углами пошепчутся друг другу, что-то скажут. А когда касается дела, что давайте, вот выйдем и скажем, все как-то стараются. Ну, казачество всегда было опорой России. Поэтому я думаю, что не только можно, а нужно опираться на них, на опыт, на их активность. Нужно. Дачники уезжают, бросают животных. Бросают прямо на площади у нас здесь. То есть они идут все к дому, кушать-то хотят, идут к дому. Вот мы их приезжаем, там вот, вон сколько котят-то. Прекрасный музей был построен по инициативе действующего тогда губернатора Стародубцева Василия Александровича. Он был построен и открыт 9 февраля 2004 года. И восстановлен храм иконы Казанской Божьей Матери. Возле этого храма находится могила командира легендарного кресла Варяг Всеволодовича Руднева. Шмоленцев Владимир Петрович. Да, кандидат в депутаты муниципального образования нашего по Демидовскому избирательному округу номер 1. Член общественного совета муниципального образования Заокский район. Житель деревни Сонина, дом 13. Ну, веду личное подсобное хозяйство. Специализация егодоводства, овощеводства в последний период. Ну и птицеводства. Ну вот, вкратце о себе в настоящее время. Козырев Сергей Евгеньевич. Кандидат в депутаты муниципального образования поселок Заокский. И также баллотируюсь по муниципальному образованию Малаховскому. Ну вот, хотел бы я спросить, Владимир Петрович, вот зачем вы идете в депутаты? Ну, я в депутаты хочу, я вот вижу, как нынешняя власть работает. Много очень недоработок. У них больше всего кабинетный стиль работы. Не общаются с людьми, не проводят сельские сходы. Ведь наш район, это жемчужина области. Здесь можно многое очень сделать. И люди прекрасные у нас. И возможности у нас. Эти садовых товарищей сколько, это же москвичи. Это же большие спонсоры, как говорят. Все надо привлекать, это в дело пускать. Может, знаете, сделать. Смотри, ни в поселке, ни здесь. Местная власть сильно не дорабатывает. И нужно обязательно обновлять. Обновлять новыми кадрами. Новую струю. Постоянной ротации власти. Да, 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 да. Эти, которые сейчас, они очень уже долго, уже, как говорится, немножко мохом обросли. В прямом и переносном смысле. Владимир Петрович, ну а как вот вы относитесь к казачеству, как вот к старым российским традициям казачества? Потому что, ну это тоже местное самоуправление и самая древнейшая, получается, демократия, которая сохранилась на нашей русской земле. Потому что новгородская вещь уже почила в Бозе давным-давно. А казачество жило и живет, и будет, я думаю, жить. Вот как вы относитесь к казакам? Ну к казакам я отношусь очень положительно. Казаки сыграли очень большую роль в становлении российского государства. Сколько они на Кавказе сделали, в Средней Азии, везде. Казаки – это опоры России во всех отношениях. Приятно всегда смотреть, значит, что сейчас они настоящие патриоты. Занимаются и, смотришь, маленькие казачаты. Я часто бываю в Краснодарском крае. Там я учился в Краснодаре. Значит, всегда, когда приезжаю туда, хожу на конный этот, в парадке Екатерине, там, да, все это дело-в-дело. Мне очень приятно, значит, казаки – это надо, я считаю, надо и больше. И больше, чтобы было казачество во всех республиках Северного Кавказа. Тогда не будет тогда вот этого дела и терроризма, и прочее, прочее. В этом отношении вот надо больше усиливать казачьих. И хочу, вот сейчас мне очень приятно, вот, Сергей, значит, Козырев, лидер нашего казачества, значит, что большое внимание уделяет развитию района, патриоты. Я всегда буду поддерживать сколько сил и все, какой у меня есть жизненный опыт, я буду всегда передавать. Ну, мы надеемся. Насколько Бог даст, там силы, здоровья, будем на благо России работать. Меня зовут Гайдукова Виолетта Григорьевна, я проживаю здесь с 92-го года, вот, конкретно, вот, в этом доме. Здесь я… чуть-чуть, чуть-чуть, возьми на ручки. Здесь я поставили вагончики, обложили кирпичом, за 20 лет они все обвалились уже, можно сказать. Условий у нас здесь нет, воду мы сами проводили, кто мог, скинулся, провели. Ну, в общем-то, дороги тоже, как таковой, нет. Вот, 20 лет мы имеем эту грязь. Прописки у нас здесь, как таковой, нет. Мы прописаны деревня Малахова, Заокский район, Тульская область. А прописки конкретно в этом доме, у него адреса нет, абсолютно. Неофициально пишут, улица Школьная, дом 7, потому что вот участок номер 6. И все. Ну, мы обращались несколько раз в нашу районную администрацию по поводу прописки. Вот у меня мама, например, маму мою сюда не прописывают. Она прописана у соседей. Если вдруг там, как наша районная администрация говорит, надо бы вам вас снести, потому что на балансе-то не стоит нигде, тогда получается, что здесь половина дома останется на улице. Потому что прописаны конкретно, как они говорят, здесь только вот мы, ну и еще пару пенсионеров. А здесь вот мама-одиночка, мы многодетная семья и пенсионеры. Больше здесь никого нет. Оказались мы здесь, значит, в 92-м году на рынке гидроэнергострой киргизский. Послал работников в командировку. Среди них был мой муж, я приехала с мужем сюда. Вот так мы здесь и остались. Нам обещали жилье здесь, как положено. У нас есть контракт. Здесь начинали строить многоквартирный дом. У нас там даже есть квартира по документам была. Контракт давали на 5 лет. Естественно, через 5 лет он уже был обнулирован. Дом то ли разрушили, то ли также на запчасти разобрали. Меня зовут Сизых Владимир Михайлович. Зарегистрирован в Москве, живу здесь постоянно. Почему я, в принципе, пошел в депутаты? По нескольким причинам. Ранее я сам не голосовал. Голосовал еще в советские времена. Наверное, по этой же причине и голосовали многие. Не ходили на выборы. Потому что у населения, у народа какая-то безысходность. Голосуй, не голосуй. Что бы ни было, те, которые были у власти, у власти останутся. Как они ни делали, что бы ни делали, все останется так, как нам бы было. В конце концов, это немножко надоедает. В конце концов, просыпается, может быть, гражданская сознательность. Может быть, чувство самоуважения. Я решил податься депутатам. Материально я выгод отсюда не ищу. Я прекрасно понимаю, если работать, это работа, работа неблагодарная. Но задался вопросом, почему все-таки власть, так называемая власть, чиновники от власти так не стремятся? Почему, задайте вопрос сами себе, почему что-то делается, когда приезжает на место губернатор, либо другой высокий чиновник? Откуда-то находится финансирование, откуда-то делаются дороги, почему-то делаются к выборам. Может быть, нести самую инициативу и выборы делать каждые полгода, тогда у нас будут и дороги, и водопровод, и свет. Тогда, может быть, и пенсии будут поднимать, и единовременно пособия военнослужащим. Вот одна из причин, почему пошел власть. Исторически так сложилось, что самая активная часть нашего общества, нашего населения всегда были казаки. Это опора государственности, это единение народа. В принципе, я сейчас вижу единственную силу, которая, может быть, реально может объединить население, объединить народ, немножко воспитать самосознание у людей. Единственная сила, которая может оторвать молодежь от того негатива, который существует, алкоголь, наркотики, к сожалению, это беда, о которой все по привычке умалчивают. Одна из причин. Причин много, они исторические. Я сам из семьи репрессированных, и до определенного возраста у нас в семье не было принято говорить о своих предках. Я думаю, та же участь постигла миллионы российских семей. И путь казачества, путь казачества, наверное, сейчас ушли, к сожалению, в нашей местности эти лозунги, правильные лозунги. Это путь нормальных, здравых граждан нашего Отечества. Громко звучит, но так оно и есть. С другой стороны, мое поколение, моложе, старше, все служили в армии. И, наверное, принимали воинскую присягу. Прошло время, все служили двумя-тремя годами службы. Никто свой воинский долг и гражданский долг на этом не выполнил. То, как не мы, будем думать и о наших стариках, и о подростках, которые остались без внимания нашего государства. Нет ничего, что могло бы объединить. Я вижу, единственная сила, которая может объединить, это казачество. Далее о выборах. Когда я проанализировал список депутатов, которые идут к выбору, я сначала приятно удивился. Такая большая активность. Значит, народ проснулся, значит, что-то хотят делать, коль идут в депутаты. Затем проанализировал, и стало грустно. В депутаты идут молодые люди 20 лет, будучи помощниками депутатов областных дум, которые не живут здесь, не знают ничего. Я задался вопросом, зачем ему депутатство? Зачем он идет во власть? Для того, чтобы сделать запись студовой книжки? Для того, чтобы стать чиновником, как те чиновники, которые сейчас? Мне это не понравилось. Масса моментов, масса моментов. Существует еще с депутатами, которые избираются второй, третий раз. Задался вопросом, опять-таки, почему? Что так сладко здесь? Вопрос один. В Тульской области был губернатор. Сейчас он находится в местах не столь отдаленных. Может бы, не бояться этого? Мне не нравится позиция сегодняшних депутатов, заключаемая в том, что пришел хороший парень, мэром этого города. Но пришел не для того, чтобы... Да, он сделал немало. Ничего плохого сказать не могу. Но общая направленность получить запись студовой книжки и уйти по чиновничестве в лечнице вверх. Вопрос сегодняшним депутатам, которые сегодня избраны, которые сегодня действуют. Как будто вы не знали. Мне неприятно, что нами манипулируют как какими-то марионетками. Дали команду сверху и избрали. Дали команду сверху и убрали. Это возмущает. Возмущает отношение. Возмущает отношение к нам, к людям. Что можно еще сказать? Когда казаки подали заявление в качестве кандидата в депутаты, местная власть испугалась. Причем испугалась здорово. В чем это заключается? Были куларные разговоры. Было давление на некоторых кандидатов в депутаты значит, боятся за власть. Боятся, что придут реально действующие, стремящиеся что-то изменить и что-то сделать люди, которые будут контролировать тот мизерный бюджет, чтобы он использовался, которые что-то будут делать. И в конце концов хотелось бы буду депутатом, не буду депутатом, те, которые придут перестроили работу так, чтобы говорили не о своих успехах. Это мы видим. Что делается, как делается и почему делается. А говорили о том, что не сделано и почему не сделано и кто в этом виноват. Если ты сделаешь, что-то делаешь и стараешься делать, что-то не получается. Обращайтесь к народу. Объясняйте, что вы делаете. Обращайтесь за помощью. Я думаю, вас поддержат. В данный момент здесь стоит небольшая группа казаков, которая объявила себя кандидантами в депутаты в местные муниципальные органы власти. Я, Козырев Сергей Евгеньевич. Я родился в семье потомственного казака. Я этим горжусь. И я за разумное решение всех вопросов. Я Орман Вячеслав. Я хочу пожелать всем кандидатам на выборах достойно себя представить. И хочу, чтобы избиратели выбрали самого достойного. Если за их Владимир, ну, добавить вроде бы особо нечего, чтобы это помогло нам объединить общество, помогло возразить дух казачества, помогло в конце концов сделать все то, о чем мы думали. создать нормальное казачье общество, заняться воспитанием подрастающих поколений и не забывать о стариках, которые государство, к сожалению, забыл.